Уделяйте больше времени подготовке. Не жалейте времени на эту подготовку. Делайте ее качественно, потому что как хорошо вы сделаете подготовку, такой хороший вы получите результат. Друзья, всем привет! В этом видео я сделаю обзор основного и самого важного этапа работ. Это подготовка. Почему именно подготовка является основным и самым важным этапом работ во всем ремонте? Потому что как подготовишь, тот результат ты и получишь. Если подготовить плохо, если сделать подготовку некачественно, то получается результат будет соответствующим. Почему нужно уделять большое внимание именно вот этому моменту? Скажу просто. Если делать конструкции из гипсокартона, нужно всегда учитывать размеры плитки. Потому что я сейчас делаю ремонт в ладной комнате, поэтому я буду делать уже акцент именно на плитку. Нужно учитывать размеры плитки. Если плитка у вас отсутствует и вы не знаете конкретных размеров данного изделия, как вы можете уже заранее просчитать все моменты, все исходы, которые вас ждут. Поэтому всегда перед тем, как начать любую работу, нужно знать размеры плитки, размеры керамогранита, размеры облицовочного материала. Вот так. И после уже этих самых размеров мы можем создавать те конструкции, которые будут иметь конкретные размеры относительно нашего изделия. То есть, создавая гипсокартонную перегородку, конструкцию, нишу под инсталляцию, под бойлер, старейшницу под раковину, мы всегда учитываем моменты, когда будет облицовываться плитка, что мы получим. Если мы начнем, сделаем вот так. Далее также нам надо учитывать размеры всех сантехнических приборов. Инсталляция, раковина, тушевая кабина, ванна. Все эти немаловажные аспекты тоже должны быть учитаны заранее. То есть, высота ванны, то есть, к какой высоте мы должны прийти, куда мы должны установить кран, чтобы в будущем заказчик мог спокойно этим пользоваться. А высота столешницы, на которой должна находиться раковина, если мы засовываем под столешницу стиральную машину, нужно тоже учитывать эти моменты. То есть, все эти моменты нужно учитывать до того, как мы начнем делать плитку. Душевая кабина, которая сделана в данной комнате, тоже была уже заранее спроектирована мною. И то есть, размеры данной кабины были соответствующие размеру данного помещения. Но случилось так, что и мне удалось эту кабину увеличить еще на 10 сантиметров. А произошло это все за счет смещения перегородки, которая находилась в вентиляционной шахте. И путем этого смещения я увеличил кабину на 10 сантиметров. По поводу этого у меня будет отдельное видео, так что обязательно посмотрите. Все ссылки, которые касаются данного объекта, будут в описании. Так что заходите в описание. Обязательно посмотрите интересующую вас тему. И что-то из этого вам пригодится точно. Итак, душевая кабина, которая была создана на данном объекте. Я изначально уже планировал высоту душевого батона. Потому что тут под ним должна проходить канализационная труба 110. Потому что после душевой кабины у меня установлена инсталляция. Соответственно, меньший диаметр трубы я пустить туда никаким образом не могу. Рассчитав высоту душевого поддона, также рассчитав высоту инсталляции, которая будет находиться. И я дальше уже пошел к раковине. Все это у меня, вся эта работа, она, то есть все эти виды работ, сантехника, электрика, гипсокартон, они все связаны. То есть, делая один этап работы, я тут же делаю и второй этап. Эти этапы я никаким образом не могу делать в разное время. Потому что все зависит от друг друга. То есть, гипсокартон зависит от сантехники, сантехника зависит от электрики. Все, как это устроено, все это связано. И все это нужно делать одновременно, для того, чтобы получить хороший и качественный результат. Если вы, допустим, приглашаете к себе мастера на объект, который занимается плиткой, а он не делает гипсокартон, он не делает сантехнику, он не делает электрику, а просто занимается плиткой. Как вы думаете, какой может получиться результат, если вот все вот эти перечисленные мною работы будут выполнять отдельные люди? Представьте, пришел сантехник, как у меня это было раньше, когда я приходил на объект. Прихожу, мне говорят, сантехник у нас сделан. Я говорю, молодцы, спасибо, но это все я буду переделывать. А почему? Да потому что все сделано не так, как нужно. Не так, как нужно мне. Не так, как нужно по проекту. То есть, это все сделано так, как хотел сам сантехник. Поставил смеситель, поставил раком, поставил настоярце, все. И что дальше? И что дальше? Я все это сношу, вырезаю и уже переделаю, как нужно. И вот, делая трубы, сантехник не думает о следующем этапе, который будет производиться на данном объекте. То есть, следующим этапом пройдет монтаж гипсокартона. Ну ладно, у него даже если будет проект, по которому он будет делать точно соответствующий проект, который он реализовал дизайнер, ну который практически даже не знает технических моментов, которые должны быть применены в данном помещении. Ну вот, сделав точно по размеру, как указано в проекте, который состоял дизайнер, который не знает технических моментов, пришел плиточник после вот этого всего и начинает смотреть на всю эту конструкцию и думать, а как я должен все это облицовать. То есть, он упускает важные этапы, подготовка и приходит уже на готовый вариант, куда ему просто нужно на изделие облицовать красивым пантиком. Ну и получается то, что какую сделали подготовку, такой он бы сделал результат. Поэтому, совет мой всем вам, заказчикам, мастерам, которые занимаются ремонтом и которые смотрят данное видео, уделяйте больше времени подготовке. Не жалейте времени на эту подготовку, делайте ее качественно, потому что как хорошо вы сделаете подготовку, такой хороший вы получите результат. Если сделана подготовка плохо, результат будет соответствующий. Я не жалею времени на подготовку, я делаю ее столько, сколько нужно. Да, мне говорят, ты работаешь долго. Кто сказал, что я работаю долго? Я работаю качественно. Я выполняю ту работу, которую должен выполнять. Я выполняю это так, столько времени, сколько это нужно. То есть, вот я сейчас сделал полностью подготовку перед плиткой. Ну и, естественно, вот я вот эту стеночку укладывал просто потому, что у меня был такой промежуточный этап, и нужно было что-то сделать. И, соответственно, я эту стену выложил для того, чтобы знать высоту плитки и уже перенести ее на другую конструкцию. Это тоже бывает такой момент, поэтому тоже я не исключаю. И вот, я сделал подготовку полностью в данном помещении, и теперь я спокойно, уже со спокойной душой, зная то, что я сделал все моменты, учел это все заранее, потому что все, что делалось мной до данного момента, я это делал с расчетом на будущее. То есть, я учитывал каждый момент, куда и как должна у меня встать плитка, как у меня должна встать сантехника. То есть, все эти моменты я просчитал заранее, и получается так, что если я даже потратил больше времени на подготовку, на облицовку, я уже затрачу времени поменьше. И на всю эту работу, получается, я затрачу одинаковое количество времени. И смысл тогда уделять мало времени подготовке, и потом уже затрачивать больше времени на облицовку. Потому что подгонять уже под некачественно сделанную подготовку сложнее, чем уже делать облицовку по хорошему, качественному результату подготовки. Ну, как бы вот так, вот это вот видео было посвящено именно вот этому этапу, который я назвал подготовка или облицовка. Что важнее, два момента или один? Ну, ладно, на этом все. Я думаю, достаточной информации вам на размышления. Ну, и если вам это видео было полезным, то не забываем пальчики вверх. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь на канал. Обязательно включите колокольчик для того, чтобы не пропустить выходы новых видео. И также смотрите другие видео, которые связаны с этим объектом, также которые были сделаны мною до этого. Это будет интересно, это будет полезно. Канал называется Перестройка 116. Меня зовут Ленар. Я даю очень много полезных и хороших и нужных советов тем, кто в этом нуждается. На этом у меня все. Всем спасибо. И до новых встреч на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok